Новости продолжают эфир в студии. Работают Виктория Антонишина и я Вера Захарчук. Здравствуйте. Сегодня в центре Астаны загорелся 26-этажный небоскреб Риксос-Ханшатыр-Резиденс. Горела облицовка здания, а сейчас пожар локализовали. К счастью, удалось избежать жертв, но есть пострадавшие. Наши корреспонденты находились на месте. Хронология происшествия у Ануара Абдрахманова. 16 единиц техники и больше 70 спасателей сегодня принимали участие в ликвидации пожара в одном из ЖК столицы, прямо неподалеку от торгового центра Ханшатыр. Пожар в самом центре левого берега столицы вспыхнул сегодня в 3 часа дня. Оказалось, что огонь охватил 26-этажный жилой комплекс. По предварительной информации произошло возгорание наружной облицовки здания. В целом здание 27-этажное. Из них жил площадь 26 этажей. Предварительная площадь возгорания 180 квадратных метров. Частично жильцы были заблаговременные. Самая эвакуация прошла. О том, что пожар не из числа рядовых, говорило и то, что на место приехали Аким столицы, Чингис Косымбек и министр ПЧС Чингис Аринов. Пожарные действовали оперативно. Были на месте спустя 15 минут с момента поступления вызова и смогли начать работу по ликвидации. Очевидцы утверждают, что пожар многих жильцов застал врасплох. Люди говорят, что на третьем этаже что-то там чинили и возгорелось. Ну, я точно не знаю. Слухи тут просто такие. Вот с третьего этажа, походу, отсюда и пошло. Было спасено двое человек и эвакуировались 12. Пожар был локализован. Причина устанавливалась. Предварительная причина. Проводились огнилые работы. Это предварительная причина. Либо малокалорийный источник огня. Жертв удалось избежать, сообщили в МЧС и в Управлении здравоохранения столицы. Тем не менее, у четверых диагностировали отравление угарным газом легкой степени тяжести. От госпитализации они отказались. Ануаров Драхманов, Жархан Орден, 24КЗ. В результате лесных пожаров на юго-востоке Турции погибли 12 человек. Пострадали еще около 80. 10 из них в тяжелом состоянии. Возгорание началось в районе Диар-Бакур и перекинулось в соседнюю провинцию Мардин из-за сильного ветра. В соседнем районе Маниса эвакуированы две деревни. Сгорело более 15 тысяч гектаров земли. Погибли больше 500 голов скота. Для борьбы с огнем задействовали больше 20 единиц спецтехники. Пожарным удалось локализовать. Пламя тушения продолжается. Причины возгорания неизвестны. Только в одном Диар-Бакуре 8 тысяч гектаров земли покрыто пеплом. Еще 7 тысяч гектаров земли пострадали от пожара в Мардине. Повреждена посевная ирригационная техника, трубопроводы и электрическая инфраструктура. Мы начали работу по оценке ущерба. В результате нескольких ударов армии Израиля по лагерю беженцев в Альмановасе в секторе Газа погибли 25 человек. Еще 50 пострадали. По данным службы Красного полумесяца, обстрелы были нанесены с воздуха и произведены израильскими танками с возвышенности. В результате атаки пострадал и офис гуманитарной организации. Тем временем в Цахал заявили об отсутствии доказательств того, что обстрелы велись их военными. Позже в других районах Газа на севере Анклава в результате атак Израиля погибли еще 42 человека. Эти авиаудары подтвердили в Цахал. Израильские военные сообщают, что подробности спецоперации в ближайшее время будут опубликованы на их официальных ресурсах. По данным армии, она продолжит ликвидацию боевиков Хамаса в центральной части Анклава. Регулировать алгоритмы социальных сетей в Нью-Йорке планируют на законодательном уровне. Такая кардинальная мера нужна, чтобы ограничить влияние платформ на подростков, говорят чиновники. Нормы, подписанные губернатором штата, будут касаться наиболее опасных аспектов социальных сетей, вызывающих привыкание и влияющих на неокрепшие умы. По новым правилам, онлайн-площадкам запретят выдавать контент несовершеннолетним с помощью алгоритма рекомендаций. Веб-сайтам ограничат сбор и обмен личными данными пользователей младше 18 лет без согласия. А приложениям запретят отправлять уведомления в ночное время суток. Нью-Йорк, первый штат, принявший закон, регулирующий алгоритмы социальных сетей. Власти остальных регионов тоже настаивают на введении контроля, обвиняя компании в росте психологических расстройств у подростков. Через четыре года в Барселоне запретят сдавать квартиры в аренду туристам. Так, местные власти стремятся обуздать растущую стоимость жилья. Испанский город считается одним из популярнейших направлений для путешествия в Европе, а в результате чего и жилье там становится все более недоступным. Месячная плата за съем выросла на 68%, а стоимость домов почти на 40% за последние 10 лет. По данным мэрии, столица Каталония откажется от лицензии для краткосрочной аренды на 10 тысяч квартир. Подобная тенденция наблюдается и в других районах Европы. Об ужесточении правил на краткосрочную аренду объявили на Канарских островах, в португальском Лиссабоне и в немецком Берлине. Цены на жилье в США обновили рекорд. В мае средняя стоимость домов увеличилась еще на 6% и достигла 420 тысяч долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост продолжается 11 месяц подряд. В Национальной ассоциации риелторов отмечают, что это самая высокая цена за всю историю наблюдений. При этом жилищный фонд прибавил почти 20% объектов недвижимости с прошлого года. Но доступность жилья на крайне низком уровне. На то есть несколько причин. Высокие ипотечные ставки и дефицит недвижимости на рынке. По данным риелторов, текущие выплаты по ипотеке в два раза превышают платежи по домам, купленным раньше 2020 года. Роман Скляр с рабочим визитом посетил Карагандинскую область. Первый заместитель премьер-министра ознакомился с ходом работ по реконструкции автодороги Караганда-Балхаш. А также проверил подготовку к отопительному сезону в Караганде и Балхашем, а еще и в Тимиртау. В городах коммунальные службы готовятся к зиме. Идет ремонт теплосетей, котлов и турбин на ТЭЦ. Кульнара Хасан знает подробности. Свой визит в Карагандинскую область. Роман Скляр начал с осмотра участка автодороги Караганда-Балхаш. Реконструкция трассы началась еще в 2019 году. Сейчас подрядная организация укладывает верхний слой покрытия дороги. Построены обходы для пяти населенных пунктов. Завершено строительство транспортной развязки через железную дорогу в районе города Балхаш. В рамках проекта завершены работы из 46 искусственных сооружений. Завершены работы на 11 мостах, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники. Также в рамках проекта завершены работы по строительству транспортной развязки в районе города Балхаша и строительство путепровода через железную дорогу. Кроме того, по участкам ведется работа по обустройству дороги. Если быть точнее, построят 18 площадок для отдыха с беседками, эстакадами для ремонта автомашин, а также 8 санитарно-гигиенических узлов. Роман Скляр подчеркнул, что автодорога Караганда-Балхаш имеет важное значение для развития транспортного коридора «Центр-Юг» и поручил завершить все работы до конца года. В Балхаше Роман Скляр посетил местную ТЭЦ. Здесь сообщили о строительстве нового пятого котла. Его монтаж планируют завершить к концу следующего года. На ремонт и модернизацию оборудования станции выделено 2 миллиарда 600 миллионов тенге. К началу отопительного сезона ТЭЦ будет работать с четырьмя котлами, что обеспечит стабильное теплоснабжение в домах жителей. Первый за премьер-министра побывал и в Караганде. Сейчас здесь идут работы по прокладке трубопровода от ТЭЦ-3 до юго-восточной части города. К началу отопительного сезона, октября месяца, мы все строительно-монтажные работы общие по проекту заканчиваем. В октябре месяце, как раз на начало отопительного сезона, заполняем сети, прессуем их. И уже в конце года, к ноябрю, будем подписывать акт водовую эксплуатацию. Здесь по данному проекту никаких проблемных вопросов не имеется. Это подрядная организация в соответствии с графиком производства работ, свои работы выполняет. Следующий пункт визита – Тимиртау. В городе, по словам Акима Ураза Тауребекова, идет реконструкция тепломагистрали. Запланирован ремонт котлов на Казгресс-1. К концу года обещают запустить седьмой котел на ТЭЦ-2. Роман Скляр поручил завершить работы в срок, а также предупредил об ответственности за срыв отопительного сезона. Первому вице-премьеру доложили о восстановлении трамвайного парка. Гульнара Хасан, 24КЗ. В преддверии дня казахстанской полиции в Казаларде чествовали лучших работников сферы. К празднику в одном из микрорайонов областного центра открыли современный участковый пункт. Пополнили и ведомственный автопарк. Стражам порядка вручили ключи от 18 служебных автомобилей. Подробности у Райханта Жибаевой. Новый служебный транспорт закупили специально для сельских участковых инспекторов. Внедорожники оснащены видеорегистраторами, навигационными системами и светодиодной установкой. Стража порядка уверены, такая техника повысит качество несения службы и раскрываемость преступлений. Служебные автомобили помогут оперативно реагировать на сообщения и будут способствовать поддержанию общественного порядка на веренной территории. Под спорьем станет новый участковый пункт полиции. Он оснащен всей необходимой техникой. Есть специальные планшеты и камеры видеонаблюдения. Сегодня же в областном центре приступил к работе новый участковый пункт полиции. Открыли его в жилом микрорайоне Батирик-1, который расположен на окраине города. Площадь административного здания 207 квадратных метров. Правоохранители будут обслуживать местное население в 5000 человек. В целом по региону на сегодняшний день количество преступлений, совершенных в общественных местах, заметно снизилось. Повысился показатель раскрываемости. Для обеспечения общественного порядка и стабилизации криминогенной обстановки проводятся профилактические отработки и рейдовые мероприятия, которые дают результат. Отметили сегодня и лучших работников сферы. Ко дню полиции ведомственные награды получили лучшие полицейские регионы. Райхан Тажбаева, Нуржам Музарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Казларда, 24КЗ. В экологической акции «Таза Казахстан» активно участвуют жители Туркестанской области. Сегодня они убирали территорию города общими усилиями, собрали около 30 тонн мусора. Найсулу Махмутова расскажет. Навести чистоту и порядок в областном центре вместе с местными жителями сегодня вышли представители госорганов, бизнеса и молодежных организаций. От мусора были очищены дворы многоэтажек, места отдыха и городские площади. В общей сложности неравнодушные туркестанцы собрали около 30 тонн мусора. «На субботник вышли почти все жители микрорайона Бигзат. Соседи проявили сплочённость и дружно убрали весь накопившийся мусор. Это в первую очередь нужно нам, нашим детям. Призываю казахстанцев бережно относиться к окружающей среде. Ведь чисто не там, где метут, а там, где не сорят». В работах были задействованы сотни местных жителей. С вывозом собранного мусора им помогали работники коммунальных служб. Они привлекли несколько десятков единиц специальной техники. «Таза Казахстан начинается с порога. Поэтому мы сегодня призвали всех жителей города объединиться и очистить от мусора свой дом. Очень радует активность земляков». Напомню, экологическая акция «Таза Казахстан» стартовала в стране в начале апреля. Организаторы уверены, такие массовые субботники способствуют формированию бережного отношения к окружающей среде и городскому имуществу. Айсулу Махмутова, Жандос Шумабек, Ербулат Абиш, Туркестанская область, 24КИЗ. В Казалардинской области в Кармакшинском селе Дурунгар возможность заниматься спортом для сельских подростков самостоятельно создает учитель физкультуры. Проблему отсутствия спорткомплекса и дефицита мест в единственной пришкольной секции каратэ Серик Молдабеков решил по-своему открыл тренажерный зал прямо у себя во дворе. Райхан Тажибаева расскажет. В каратэ-добе Кзат Булатбек уже 6 лет. Несмотря на отсутствие должных условий для тренировок, он четырехкратный чемпион области. Сейчас спортсмен готовится к новым соревнованиям. Мечтаю о больших победах, хочу стать чемпионом Казахстана, представлять нашу страну и родное село на мировых аренах. Буду усердно тренироваться, чтобы достичь этой цели. Тренирует Бегзата и других будущих чемпионов местный учитель физкультуры Серик Молдабеков. При школьной секции, говорит, для всех желающих места не хватает. Поэтому старшие спортсмены занимаются в тренажерном зале, который он создал у себя во дворе. Было время, когда спортзал обустраивали в пустующих зданиях. Потом решили переоборудовать свою двухкомнатную времянку. Сложности, конечно, были, но все трудности компенсируют победы воспитанников. А их уже немало. Есть чемпионы района и области и даже серебряный призер международных состязаний. В тренажерном зале Серика Молдабекова необычный спортинвентарь. Все сделано своими руками из подручных средств. К примеру, гири из коленвала, а силовой тренажер из троса и запчастей трактора. Но все это временно, уверяют местные чиновники, для будущих чемпионов в селе уже строят новый спорткомплекс. В прошлом году в селах региона ввели в строй 9 спортивных комплексов. В этом году начали строительство еще 15, в том числе в ауле Дур-Онгар. Объект планируем сдать в эксплуатацию до конца года. Новые спорткомплексы появятся еще в двух селах Кармакшинского района. Ахай и третий интернационал. Райхан Тажибаева, Нуржаму Зарабшин, Казлардинская область, 24 КИЗ. В Мангосталовской области появились детские этнолагеря. Они работают при школах. Дети изучают казахскую национальную культуру с помощью разнообразных игр и творческих занятий. Девочки учатся рукоделию и приготовлению различных блюд, а мальчики постигают секреты гончарного дела и изучают мужские традиции кочевников. Это спортивная площадка школы-лицея села Акшукур. Этим летом она стала этнаулом. Дети соревнуются здесь в осы-коту, армрестлинге, стреляют из лука и ездят верхом. Национальный лагерь Балбулак в этом году уже посетили 250 детей. Посмотрите, какие красивые браслеты я себе сделала. Мы учились работать с бисером и разными кристаллами. Это очень интересно. Я собираюсь сделать такие браслеты всем своим подружкам в подарок. До этого мы учились играть на дамбре, а сегодня рисовать. Здесь весело, я нашел много друзей. Мы каждый день узнаем что-то новое. В детских руках верблюжья шерсть. Девочек знакомят с секретами казахского войлочного искусства. В этнолагере школьников погружают в атмосферу национальной самобытности. Педагоги рассказывают, каждый день посвящен определенной теме. Дети углубленно изучают казахскую кухню, одежду, историю, искусство, обычаи и традиции. Мы приобщаем детей к культурному наследию через предметы, родной язык, игры. Я считаю, наш лагерь станет яркой страницей в их памяти. Школьники проводят время у нас бесплатно. В каждом потоке 90 детей. Они занимаются полмесяца. При 86 школах региона функционируют этнолагеря. Педагоги тесно сотрудничают с полицейскими и спасателями. Время купального сезона безопасны детей на строгом контроле. К примеру, на сегодняшний день на побережье в пригороде Актау действуют три лагеря. Один из них государственный. В нем ежегодно отдыхает больше 300 школьников из малообеспеченных семей. В этом году планируется охватить летним отдыхом почти 92% детей области. Это примерно 146 тысяч школьников от 7 до 13 лет. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Мангосталовская область, 24КИЗ. В столице в канун Международного Олимпийского дня прошел турнир по интерактивному хоккею, организованным Национальным Олимпийским комитетом Казахстана. В соревнованиях приняли участие команды, состоящие из ребят не старше 12 лет. Турнир был из двух этапов. На первом команды выясняли сильнейших, определяли сильнейших, играя на приставках, а на втором состязались в хоккее с шайбой в формате кросс-сайз. В итоге победителем стала команда «Намат». Сегодня мы проводим у нас необычные соревнования в рамках празднования Олимпийского дня, которые празднуются по всему миру 23 июня. Данные соревнования, они сейчас у нас, не только у нас, вообще по всему миру, стали очень популярными. Именно интерактивные соревнования, они проводятся не только по хоккею, но и по другим видам спорта. Также Международный Олимпийский комитет сейчас уделяет большое внимание именно киберспорту. В рамках празднования Международного Олимпийского дня Национальный Олимпийский комитет проводит соревнования также по триатлону, по плаванию. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok